Так, Ирин, такой вопрос, а что посоветуетесь в ситуации, когда не хочешь приглашать людей и родственников, но надо, хотя так не хочется? А кто сказал, что надо? Кого конкретно вы хотите пригласить? Просто если это какие-то дальние родственники, то нет слова «надо», если вы понимаете, что вы с ними не общаетесь, ну не приглашайте их и все. Сделайте свадьбу для близких, для самых близких, не приглашайте тех, кого вы не хотите видеть. Если это какие-то плохие отношения, то здесь такие моменты, сразу думая о том, что рано или поздно вы повзрослеете, у вас поменяются отношения, у вас отношения могут наладиться и скорее всего наладятся, потому что мы с возрастом все мудреем. И то, что нам раньше казалось непростительной ошибкой со стороны какого-то старшего поколения, сейчас мы к этому относимся с юмором, иногда с улыбкой и думаем, да ну вроде ничего такого в этом страшного и нет, ну чего я так там обижалась на тетю какую-нибудь, ну подумаешь, ну вот, ну это такой человек. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Поэтому, если это какой-то близкий человек, то, наверное, все-таки я бы на вашем месте пригласила бы, потому что, ну, как говорят, родственников не выбирают. Братья и сестер там, родители не выбирают. Поэтому, если близкий человек, то, конечно, приглашайте на мероприятие, чтобы в будущем просто не было, ну, когда отношения наладятся, я искренне желаю вам такого, чтобы у вас, внутри вашей семьи не было разлада и были хорошие отношения, потому что, знаете, это залог, вообще, наверное, залог успеха, честно говоря, когда хорошие отношения внутри семьи, когда тебя ничего не беспокоит, потому что, знаете, вот бывает такое, что, ну вот, вроде все хорошо у человека, но там и успешный он, и богатый, и там, и публика там его любит, и на работе у него все хорошо, и там внутри семьи, да, все хорошо, там, и муж есть, и дети есть, но вот есть у него там какой-то такой момент, допустим, там, не ладится у него там с близкими, с братьями, с сестрами, там, с родителями, и вот, ну, вот это гложет, и это для него такое, знаете, больной тема, знаете, ахиллесово пита, вот это вот его, для него это его, это ахиллесово пита, поэтому я за то, я за мир, за труд, за май, я за, знаете, как Грихот Леопольд говорил, ребята, давайте жить дружно, вот я за то, чтобы все-таки была дружба, прежде всего, в семье, потому что голова тогда не думает еще и об этом, голова в этот момент настроена на что-то другое, на какой-то, на какие-то проекты, на что-то более интересное, чем просто выяснение отношений, тем более с близкими людьми.